Пинчане хранят память об отважных солдатах Великой Отечественной войны. Их судьбы – живая ткань истории, воплощенная в названиях улиц. Одни из таких личностей – Петр и Олег Ольховские. Пинск чтит героев-освободителей. Накануне в Аграрном технологическом колледже прошла конференция, посвященная 120-летию Петра Ольховского. Сегодня говорим о том, что мы должны хранить историческую правду, о том, что было на нашей земле в прошлые годы. Сегодня конференция – это еще одно прикосновение к нашей истории. Прикосновение трепетное, потому что это люди, которые отдали свои жизни за то, что мы сегодня в этом зале находились, жили, занимались своими делами. И мы сейчас узнаем множество новых фактов тех страшных событий. Мы начинаем забывать о том, какой ценой нам досталась тот суверенитет, та свобода, то мирное небо, которое у нас сейчас есть над головой. Для нас действительно, как стало заплачено, многим уже название улиц – это просто название улиц. Мы забываем, какие подвиги стоят за этими названиями, фамилиями людей. Герои не умирают, они бессмертны. Одна из улиц Пинска, кстати, на которой и расположено учреждение образования, названа в честь Ольховских. Имя юнги Олега Ольховского навечно занесено в книгу почета 288-й школы Санкт-Петербурга. Участники объединения по интересам «Патриот» разыскали внучку Олега Ольховского Марину, которая живет в Санкт-Петербурге. Она записала видеообращение для пинчан. Моя бабушка Юлия Владиславовна была всегда немногословна. Мы с моими родителями жили отдельно, но я всегда с большим удовольствием приезжала к ней. Она мало говорила и о муже, и о сыне. Слишком тяжела для нее была эта потеря. Я была в разных городах. Мои самые любимые – это, конечно, мой родной Санкт-Петербург, Севастополь, город моего деда, и Пинск. Я читала историю Пинска. В 2014 году, когда мы гостили в Пинске, мы были на улице Ольховских. Конечно же, мы были на набережной УБК-92. Ходили в мемориалы, и среди сотен фамилий погибших видели фамилии моего деда и моего дяди. На конференции с докладами о жизни и военных подвигах Ольховских выступили учащиеся колледжа. Спасибо. Спасибо.